Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами чтение книги «Премудрости Иисуса Сына Сирахова», 23 глава. «Господи, Отче и Владыка жизни моей!» Сразу вспоминается молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи, Владыка, живота моего!» Конечно, библейскими терминами, библейскими определениями, библейским духом проникнуты и святоотеческие тексты, и те молитвы, которые мы призваны с вами повторять вслед за святыми отцами утром, вечером, во дни сурового и великого поста. И вот мы узнаем знакомые нам слова здесь, в этих ветхозаветных писаниях. «Не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них». Через кого это? Через что опасается богомудрый наставник оказаться падшим? Кто приставит бич к помышлениям моим? Вот, оказывается, чего надлежит бояться самому благоразумному и высокой жизни мужу. Оказывается, и для него есть опасности только не из внешних врагов, а из расположения сердца своего. «Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их». Только тот, чей духовный опыт привел внутреннего человека своего к развлечению духов, к развлечению помыслов, к развлечению тех движений сердца, которые могут вести к благу, а могут вести к злу, только тот уже и может чувствовать себя в относительной безопасности. А отношение к помыслам у доброго наставника очень беспощадное. «Бич нужен для помыслов моих, чтобы они не укоренились и не возобладали надо мною, чтобы не умножались проступки мои, не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне пред противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой». Немногие из нас и сегодня полем битвы в жизни своей сознают содержание собственного сердца. Так и кажутся опасными экономические обстоятельства, так и зияют каким-то страхом грядущие повороты, связанные со встречей с незнакомыми людьми. Но истину, говорит Господь, откуда исходит опасность для человека из сердца человеческого, исходят помышления злые, прелюбодеяния, убийства. Вот где опасность осквернения человека, а отцы святые называют их и падениями. «Господи, Отче Божий, жизни моей, не дай мне возвышения очей и вожделения отврате от меня». Вот две причины буйства помыслов и возобладания их над человеком. Надмене – самость, победившая в человеке, и вожделения похоти, плоти, похоти очей, которые, оказавшись в средостении человека, в власти над ним, могут легко и обуздать всю его прежде независимую позицию и ввергнуть в бездну напастей грехов и бед. «Пожелания чрева и сладострастия да не овладеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». А мы с вами заметили, как из наставления своему сыну богомудрый наставник обращается с молитвой к Богу о том, чтобы он сам был помилован и защищен Божьей благодатью. Несомненно, лучшее учительство всегда находится в молитвенном духе и прежде наставления других или вместе с наставлениями других умеет печься и о собственном устроении, и сохранять трезвенность, и бдение, и прилагать к себе слова апостола. «Если думаешь, что ты стоишь, всякий думающий, что он стоит, будь осторожен, как бы не упасть, помни о том, что дьявол, як и лев, рыкающий, ходит окрест из ки, кого поглотите, и немощное естество человеческое». «Выслушайте, дети, наставление для уст, соблюдающий его не будет уловлен своими устами». Прежде обратив внимание на внутреннего врага, далее переходит он на врага, занимающего серединное место между внутренним человеком и внешним окружающим его миром. Это уста. Именно они могут быть вторым твоим врагом после лукавых расположений сердца. Ты можешь быть уловлен своими устами. Уловлен будет ими кто? Грешник, и злоречивый, и надменный приткнуться через них. Не о том ли возвещает и Новый Завет от словес своих оправдишися и от словес своих осудишися? Не приучай уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять в клятве имя святого, ибо как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется от ран, так и клянущийся непрестанно именем святого не очистится от греха. Что это за клятва? Что за сила клятвы? Мы помним, что в разрешительной молитве, которую читает священник в завершении отпевания православного христианина, почившего основной грех, от которого просит избавить в вечности душу каявшегося христианина, это всякого рода проклятие, под которое тот мог подпасть своим неразумием, своим непостоянством. То ли под клятвой священнической оказался, то ли под свою анафому подпал, сказав когда-то, да будь я проклят, если, и тем не менее сделал то, в отношении чего он увлекал на себя проклятие. И другими какими-то клятвами, оказывается, душа человеческая бывает очень тягостно связана. Почему? Чем просто нарушение заповеди отличается от нарушения клятвы или от неверного, или неисполнительного отношения к тому, о чем клянется человек? Да потому что в нарушении клятвы к человеку привлекается проклятие. Нарушение клятвы есть некоторое отступление от всего святого, чем клянется человек. Поэтому и Господь ущевает, не клянитесь, не ставьте на кон во исполнение того или другого пожелания в вашей жизни тех святых, те святыни, которые превышают бесконечно вашу человеческую жизнь по своему величию, и она от них зависит. Поэтому, когда ты оказываешься преступником той клятвы, свидетелем которой ставил небеса и небожителей, когда ты привлекал к себе это особое обетование и его изрекал, впоследствии его нарушая, то оказываешься уже не просто нарушителем заповеди Божией, но существом проклятым, отверженным, как сам дьявол. Человек, часто клянущийся, исполнится беззаконие и не отступит от дома его бич. Страшное обетование. Не только ты будешь наказываем за безрассудные обетования, которые даешь и не исполняешь, но и на домочадцах твоих будет некий бич Господень, который не оставит их в покое до тех пор, пока всем домом вы не покаетесь. Если он согрешит, грех его на нем, и если он вознеродел, то сугубо согрешит. Вот как раз и подчеркивает добрый наставник о том, что сугубый грех проклятие навлекается на того, кто привык кляться именем Божьим и не умеет в послушании словесам Господним отвечать просто и ясно. Да, да, нет, нет. Что сверх того, серьез предупреждал Господь Иисус Христос, то от лукавого. Страшно впасть под власть лукавого духа, но именно это происходит с теми, кто клянется и не исполняет. И если он клянется напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится несчастьями. И есть речь, облеченная смертью, да не найдется она в наследии Иакова. о своих сродниках по плоти, о своих соотечественниках, особенно печется наставник и называет речью, облеченной смертью, ту, которая полна безрассудства и клятв. Ибо от благочестивых все это будет удалено, и они не запутаются в грехах. Не приучай твоих уст грубой невежливости, ибо при ней бывают греховные слова. В церковнославянском звучание еще более благозвучно и угрожающе звучит эта фраза. В ни наказании ни ключимем, ни обучай уст своих, есть бы в нем слово греха. В слове надлежит иметь учтивость, всякое уважение к тем, кто его слушает, как неприлично для человека очищение чрева в присутствии других, ибо это создает крайнюю неприятность для тех, кто вынужденным может оказаться свидетелем очищения твоей нечистоты. Но именно так, такими образами, Иоанн Златоуст характеризует того, из чьих уст исходят гнилые слова. Это говорит все равно, что естественное пищеварение в человеке получает противоположное движение, и вместо исхождения афедроном исходит из уст таков сквернословец, таков образ яркий живописует наш великий святитель Златоустый для того, чтобы отучить нас всех от срамословия, сквернословия, матерной брани, которая, к сожалению, сейчас является в порядке вещей и у малых, и у старых. «Помни о отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости». Очень тонкое напоминание о том, чтобы мы не забывались, то ли потому, что родители наши от простых сословий и не являемся мы царскими детьми, поэтому тогда, когда и окажемся мы приближенными к сильным мира сего, то не советует нам любящий нас богомудрый наставник почувствовать себя какой-то ветвью природно-благородной, а не привязавшийся только по милости Божьей к высшему сословию и оказавшимся вхожим в дома людей влиятельных. «Помни о простоте твоего происхождения и не надмивайся высокими знакомствами своими, это будет для тебя прекрасным благоразумным наставлением и по удержанию уст твоих от высокоумия и слов надменных и убережет тебя от презрения к подобным тебе людям, ну а кроме всего прочего, напомнит тебе, что и ты всего лишь человек и даже если и благородны были родители твои, то и ты был когда-то младенцем и родившись, как все от матери неизбежно являешься по определению Шекспира, который сказал устами Гамлета о человеке квинтэссенции праха, а потому надлежит и тебе смиряться даже тогда, когда сидишь среди вельмож, чтобы не сделать тебе глупости и не пожелать, что лучше бы тебе не родиться и не проклясть дня рождения твоего, лучше помнить о необходимости смиряться, чтобы не оказаться смиренным так сильно, что уже и пожалеть о том, что ты живешь. Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не научится. Интересно, многие считают свои учебные направления успешно совершающимися и этому, говорят они, никак не помешает то, что в колуарах наших занятий будет допускаться брань матерная и оскверняться уста неподобными глаголами. А вот Дух Святой через наставника Богомудрого говорит никогда и ничему не научится человек, который привык употреблять бранные слова. Почему? Да потому, что он есть, и душа его есть сосуд расколотый. Благодать не держится в злохудожной душе, в душе, которая испражняется непотребными глаголами, не живет премудрость Божия. Он может и наскрести себе, и набрать некоторых общих сведений, некоторых фактов, какой-то внешней учености, но он всегда будет глупцом по той простой причине, что поставил себя вопреки премудрости Божьей, вопреки благости Божьей, храня в нечистоте душу свою через те словесные осквернения, которые допускает в устах своих. Два Два качества умножают грехи, а третья навлекает гнев. Душа горячая, как пылающий огонь, не угаснет, пока не истощится. Человек, блудодействующий в теле плоти своей, не перестанет, пока не прогорит огонь. Блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет. За другую опасность берется отец, любящий чад своих и наставляющий их, и просит беречься от греха в теле плоти своей. Есть иное тело, говорит любомудрый, некая нематериальная реальность, душа человека. Но в данном случае, отступив от душевной скверны, о которой говорил прежде, теперь обращается к сосуду души, к сосуду души телу и говорит, как опасно это болото плотских страстей. Оно не имеет дна, падающий в эту пропасть, приумножает свои падения и никаким образом насытиться не может. в этом есть лукавство духа блуда, он обещает некое усложнение, удовлетворение и как бы ослабление брани своего действия на человека. На самом деле, чем более человек уступает, тем более приобретает над ним власть и дна у этого колодца, у этой пропасти, в которой падает блудник, нету. человек, который согрешает против своего ложа, говорит душе своей, кто видит меня. Что значит согрешать против своего ложа? Есть законная ложа супружества, о чем впоследствии говорит апостол, брак свят и супружеское ложе непорочно. Устроение Бога мужчины и женщины для совместного жительства, для рождения чада есть дело святое, Богом установленное. Непорочно ложа законных супругов блудников же и прелюбодеев, говорит апостол Павел, судит Бог. И то, что супружеские измены или блудные грехи совершаются в тайне, как раз в словах своих иллюстрирует и наставник. Кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня, чего мне бояться? Всевышний не воспоминет грехов моих. Страх его только глаза человеческие. В чем же ошибка? И не знает он того, что очи Господа в десять тысяч крат светлее солнца и взирают на все пути человеческие и проникают в места сокровенные. Эти места сокровенные, конечно, не только те стены, за которыми думают сокрыть свои беззакония, причастные к плотским грехам, но и самое расположение сердца, почему Господь и научает нас ради чистоты сердечной, ради светлого и благодушного хождения пред Богом своим, всегда стремится очищать сердце свое и от самих помыслов и расположения нечистых. Тогда детская радость в связи с этой чистотой, даруемой Богом кающимся, всегда будет с нами. Ему известно, все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершению. Такой человек будет наказан на улицах города и будет застигнут там, где не думал. Очень серьезное предупреждение, и святые отцы нередко говорили, что врачевание плотским согрешением Господь часто попускает через людей, через позор, через укорение со стороны многих. Так и жена, оставившая мужа, и произведшая наследника от чужого, ибо, во-первых, она не покорилась закону Всевышнего, во-вторых, согрешила против своего мужа, и, в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Она будет выведена перед собранием, и о детях ее будет исследование. Всегда прибавляет к предупреждениям необходимым для уберегания нас от греха, премудрый наставник, и наше особое сострадание к близким своим, к детям, к родным. Твои грехи скажутся и на них. И здесь не только сама прелюбодействующая будет обличена и наказана, но и о детях ее, как о неблагонадежных, будет некое исследование, и на детях ее будет тень ее беззакония. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она ставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня, оставшиеся где, оставшиеся когда, оставшиеся свободными прежде всего от этих падений тяжких, от супружеских измен, и оставшиеся в последние времена, ибо останок Израиля спасется, и к нашим временам говорит Господь, не бойся, малое стадо, которые знают, что нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего сладостнее, как внимать заповедям Господням. Воистину, сладость это превыше всех прочих сладостей. Человек, сотворенный Господом, призван из небытия в бытие, для того и призван, чтобы быть блаженным. Блажение непорочнее в путь, восклицает царь и псалмопевец, блажение нищие духом, говорит Господь. К блаженству ведет нас Господь, и подлинное блаженство в том, чтобы душа была наполнена страхом Божьим и следовала путями Господа своего. Великая слава следовать Господу, а быть тебе принятым от Него долгоденствия. Долгоденствия, таким образом, Богом благословленное в послушании заповедям Божьим и есть признак милости Божьей, которая человека, достойно и достаточно пожившего всей земной жизни, упокаивает в Царстве небесным.